это как вам такая ягодка это азия у нас их всего три или четыре кустика но вот такая громадная ягода по вкусу она примерно такая же как финский гигант мне кажется только еще наверно слаще да ну вот единственный минус она совершенно не дает усов сейчас смотрю только один ус я его даже не трогаю во время того вот как она плодоносит обычно я выбираю усы а тут я не стала убирать усы потому что он один и пусть хотя бы один он будет чтобы хоть что-то было я ее буду делить наверное делением куста размножу что ягода просто вот громадная вот на моей руке то три штучки вот такие как первая вот она вот вот такая первая мы уже слопали а это вот остались небольшие можно сказать но вот такая одна громадина очень крупная очень сладкая плотная хорошая ягода ну и вот эту сейчас мы моем перебираем и будем на блендере наверное или на комбайне измельчать морозилку а зимой добавлять и будет у нас свежая ягода с сахаром сегодня семилитровая вчера два таких ведра вчера мы поставили часть ели часть поставили на варенье конечно большую часть сегодня что-то будем с молоком с мороженым остальное перекрутку пущу свеженькую в морозилку на зиму это ягода без названия потому что я просто не знаю название но я выкладывала stories как она цветет то есть там такое буйство так она роскошно цвела просто вообще листьев не было видно ну вот поспел урожай что я могу сказать по вкусу но например на конечно как лесная ягода так которая в тени хотя солнце сейчас достаточно могла бы быть и более сладкой вот так она выглядит уже когда она спелая то есть средненькая ягода не слишком крупная но и не слишком мелкая по вкусу ну так ближе к четверочке не очень сладкая но и не очень кислая то есть первое то что я на грядке попробовала мне не очень понравилось но вот это просто более спелая то я поспешила сорвать так на самом деле ягодка неплохая и еще у нее одно преимущество есть она очень ароматной то есть это скорее всего какой-то гибрид и земляники клубники она очень урожайная поэтому есть у меня есть вряд ли кто-то будет я буду отправлять банки перетертую сахаром и на зиму к чаю мне кажется будет просто объедение перешли на сладкое же так на ягоду смотреть не можем мы ее и с молоком и с мороженым коктейли будем делать с молоком и ягодой и сегодня еще собираемся в блинчики постряпать тоже там добавляем сметану и перетираем ягоду со сметаной так не слишком мелко получается очень вкусно блины со сметаной из ягодой это супер-супер кто целиком у нас ест кто вот так ест вот так ой кошмар короче мы дорвались ягоду едим ягоды запиваем у нас на первое второе и компот из ягод еще вот такое лето у нас не ну правда красота ну это же красота вот это у нас вкусное мороженое обычный пломбир сладкое в меру не люблю сладкие сильно такие чтобы были десерты поэтому для меня это самое то такое такой десерт вот на комбайне перемолотила и сейчас в кастрюлю и порционно так немножко сахара не сильно много сейчас все в кастрюлю сколько ягоды есть мы сейчас все на комбайне и потом сюда и будем добавлять сахара сахар добавлять буду не по весу нас холодильник зверь просто у нас охлаждает так хорошо поэтому сахара вот буквально чуть-чуть чтобы не скисла и вот остальную сейчас я три чашки больших надо перебрать и все сюда в кастрюлю перемешаем где-то сутки постоит чтоб сахар разошелся по банкам по чистым банкам по стерильным и в холодильник стерилизуем все и банки и крышки чтоб все было чистое оно и так не закиснет но на всякий случай получилось где-то у нас три литра такого пюре земляники мы будем добавлять сахар наверное килограмма полтора попробую прошлого дня еще целая банка вот это вот земляники вот такого вот пюре земляничного с сахаром там я ложила по моему где-то 700 граммов сахара на килограмм ягоды и как желе я сейчас достану банку просто покажу ну давай еще наверно граммов 300 что ли потому что мы слишком приторная и хранится очень хорошо я уже говорил у нас такой холодильник не только морозит на холодильник вообще прекрасно сейчас перемешать до по растворения сахара и потом по банкам подготовим аромат стоит на всю кухню вот это перемолоченная ягода рядом оставили вот это на длины у нас на вечер завтра опять собирать в общем ягода вот это когда начинается надо что-то быстро быстро с ней сделать такой продукт скоропорт поэтому сейчас самое такое горячее время это надо всю всю ягоду успеть переработать на зиму ну и конечно мы кушаем сколько хотим красота она постоит немножко загустеет сахар распустится я попробую как по вкусу мне кажется нормально нормально больше сахара не надо но еще он растворится все-таки конечно сладковато такая пюрешка сахара добавили получилось чуть больше трех актеров по объему значит это надо будет три по пол-литровый наверно баночки там будет до будем пол-литровые баночки чтоб съел и все чтоб съела все на один или два раза не стояла не забыла сказать у меня кастрюля она с отметками с делениями палитра здесь пять литров поэтому я легко ориентируюсь сколько здесь пюре и сколько я добавила сахара теперь я точно знаю сколько мне надо готовить банок ну вот сейчас достала баночку клубники из холодильника вот это свежая клубника с сахаром меня подписано 700 грамм сахара на килограмм ягоды смотрите это не замороженное это вот такое вот желе вот еле-еле но там поворачивается видите вот такая штука вкуснючая конечно вот ничего не поделаешь что всплывает более такая твердая часть ягода внизу сироп образуется но это все в дело уйдет потом тоже на блины на оладьи на пироги такое желе у нас тоже востребовано вот то есть у нас настолько хватает запасов до следующего урожая вот это урожай того года прошлого 20 и теперь вот готовим еще новый урожай на следующий год наверное будем готовить поменьше потому что не все съели у нас еще и варенье и замороженное есть как-то вот не знаю несмотря на то что такая большая потребность витаминов было в этом году как-то все равно видимо очень много заготовили я не веду подсчет сколько чего наверно надо у нас есть знакомые вот они буквально фиксируют заготовки в таком талмуде такая толстенная тетрадь они туда записывают что они там заготовили в каких количествах и потом отмечают сколько они сели и они точно знают что у них осталось мы не знаем что у нас осталось там за кромах на антре солях и в холодильнике но еще полно всего еще и грибы и разная ягода полной замороженная и вот такая свежая сахаром и варенье есть очень все еще есть но все всем пока пока не собиралась снимать сегодня вот это видео ну просто уже от этой ягоды честно говоря немножечко устали и думаю надо хоть немножечко какой-то перерыв себе сделать вот поснимаю заодно ну все всем пока пока и до следующего видео